Библейский портал экзегет.ру представляет вместе со своими учениками в пределы Магдалинские. Это город Магдала на западном побережье Галилейского моря, оно же Тивериадское озеро. И что же здесь происходило? «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Обычно фарисеи и саддукеи друг другу противоречили. То есть это две отдельные группировки, которые никогда не бывали дружелюбны друг другу. Но тут, когда они увидели Христа, то посчитали его, так сказать, за общего врага, и поэтому они объединяются вместе против Христа. И, искушая, что они говорят? «Покажи нам знамение с неба». И какая тут логика была у фарисеев, саддукеев? Вот раз ты, значит, как говорят люди, от Бога, ну кто говорил, там, о пророке от Бога, там, кто чего, мы еще будем читать, как люди в этой же главе, как люди относились ко Христу. Но в любом случае, что все рассматривали его как некого посланника от Бога. То значит, если это действительно так, то покажи нам некое знамение. А какое должно быть знамение? Говорили, именно знамение с неба. И тут же вспоминали, например, Иисуса Новина, во время которого солнце там вот стало на некоторое время, чтобы успели завершить битву. Или пророк Илья, который с неба низвел огонь на землю. То есть, вроде как бы знамение с неба – это точно знамение от Бога, потому что Бог на небесах, значит, все, что с неба, то от Бога. Но тут они забывали, что в Священописании в Ветхом Завете, в книге Иова, говорится, что когда дьяволу было попущено искушать Иова, то огонь на стада сошел именно с неба. То есть, не надо думать, что все, что с неба, оно непременно от самого Бога не сходит. Равно как и то, что если что-то, вот какое-то знамение на земле, то это не значит, что она обязательно будет от демонов, потому что пророк Моисей, он на земле совершал знамение. Вот эти 10 казней египетских, всякие превращения, допустим, что посох его в змею превращается и обратно. Это все было знамение на земле, но знамение все-таки от Бога. И поэтому Господь Иисус Христос, Он предостерегает нас и вообще всех от того, чтобы мы искали знамение. Не нужно специально искать знамение ни на земле, ни с небес, потому что очень легко обольститься. А как здесь непосредственно отвечает Спаситель? Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. Род лукавый прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка, и оставив их, отошел». И вот Спаситель прежде всего обращает и взор на такие вот народные приметы, с которыми они очень хорошо были знакомы. Вот сейчас уже люди немножко от этого отошли. Почему? Потому что не так много земледельцев, крестьян, для которых важно знать заранее, и какая будет погода завтра. То есть трудиться на поле или не трудиться. Сейчас уже есть прогноз погоды, и можно его в интернете посмотреть. А раньше были такие народные наблюдения. Действительно, вот если там вот ведра, а точнее, если с вечера небо красно, то значит на следующий день ведра. Ведра – это что? Это не значит, что будет лить, как из ведра. Нет, ведра – это как раз наоборот. Это вот русское слово «ведра» означает, что будет ясная, теплая погода. Да, и какие-то вот были такие наблюдения, но это связано там с какими-то действительно потоками в воздухе, с давлением, что вот если красные, то с вечера, то значит на следующий день погода будет хорошая. А если утром все багрово, то как бы предвещает некое ненастье. И спасителям говорить, что вы, посмотрите, насколько вы внимательны вот к приметам ко всяким. Вы ко всему приглядываетесь, прислушиваетесь, но при этом вы не смогли различить самого главного – смены времен, что меняется Ветхий Завет на Новый Завет. То есть в каких-то вот таких вот мелочных вещах вы разборчивы, а в глобальных, которые связаны со Священным Писанием, ведь там же конкретно предсказывалось пришествие Христа и как именно он придет и седмицы пророка Даниила и описывался образ действия Христа. И вот тут вдруг поразительная такая неразборчивость у фарисеев и саддукеев. Поэтому он говорит, что вот вы лицемеры, лицо неба умеете различать, а знамени времен не можете. И вы не заметили, как Ветхий Завет уже сменился новым. И дальше он ссылается на знамени ионы пророка. В общем-то это, наверное, даже не нуждается в толковании, потому что все знают, что вот как иона пророк был три дня в очреве кита, также суждено было и Сыну Человеческому, то есть Господу Иисусу Христу, три дня быть в сердце земли, чтобы потом воскреснуть. Иона в данном случае он был прообразом трехдневного воскресения Христа. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Вот тут вот получается, что ученики еще не до конца понимают Христа. У них одно вертится в уме, спасителям другое совершенно говорит, а они начинают думать совершенно, что это третье. Ну не взяли хлебов, ну и что? Спасители же их не оставят, они не умрут от голода, но у них при этом какие-то свои переживания, а спасителям говорит о другом. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они думают, ну вот мы хлебов не взяли, значит, проявили невнимательность. Но спаситель-то имел в виду совсем другое. Что такое закваска фарисейская и саддукейская? Закваска – это то, что берется от старого замеса, заквашивается в новое тесто, и таким образом оно все полностью сбраживается тем, что взято от старого. И получается так, что когда человек становится христианином, если он что-то принес с собой, как старую закваску, ну допустим, какие-то суеверия, то он боялся черных кошек, не знаю, стучал по дереву, еще чего-то. То есть здесь, если вот это он принес с собой в христианство, то и тут у него будут проявляться какие-то страхи, какие-то суеверия. И это все старая закваска, которой тоже нужно беречься. И также в те времена нужно было сторониться фарисейского буквализма, привязанности к чрезмерным обрядам, и саддукейской такой высокомерности, их критицизма, они отрицали воскресение, отрицали бессмертие души, были такими вот модернистами. То есть, чтобы стать христианином, нужно было отказываться и от влияния фарисейства, и от влияния саддукейства. Но ученики думают, что вот, значит, хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, уразумев, это значит, что ученики даже вслух это не произнесли, а просто это было у них в мыслях. А Спаситель говорит, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли, еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? Да, ну там было 12 коробов, и каждый из апостолов затем нес на себе отдельный вот этот короб с огромным объемом оставшихся кусков, чтобы помнить подольше о совершившемся чуде. А получается, они очень быстро забывают. Не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько коробов вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Да, ну тут вот уже все, в общем-то, конкретно, понятно. А что же дальше? Придя же в страны Кесарии Филипповой, где это Кесария Филиппова? То есть тут они пошли уже на север, к северу от Галилейского моря, там, где Иордан, у него где-то исток Иордана, и та область, которая была дана Филиппу, сыну Ирода, и вот она называлась Кесария Филипповой, ну город, главный город в этой области. И вот придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. То есть у людей очень такое, ну шаблонное что ли мышление. Вот если они встретили необычные, да, они пытаются это объяснить из того, что им было известно еще до этого. и раз Спаситель настолько вот совершает удивительные чудеса, да, насыщает голодных пятью хлебами, исцеляет безнадежно больных и прочие чудеса, то может быть он пророк, который и в древности был, но вот он воскрес, да, или Я, который с неба явился на землю, было обетовано это, или еще что-то такое. То есть люди пытаются как-то объяснить рациональным образом и вот у них были такие перетолки, кто есть Иисус Христос. Как и сейчас, кстати, одни там считают, что это учитель мудрости, какой-то вот такой философ странствующий, другие говорят, что Иисус Христос это был, ну да, пророк, но только пророк, допустим, мусульмане считают его одним из пророков. А третьи вообще говорят, что это всего лишь литературный такой персонаж, что Христа вообще не было, перетолки разные. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. И вот тут действительно это исповедание божества Господа Иисуса Христа, что он сын Бога Отца, сын Бога живого и в прямом, в буквальном смысле сын. Бывают по усыновлению, да, это люди облагодатствованы Святым Духом. И, ну, скажем, вот мы читаем, что блажены миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Они уподобляются Господу по своему милосердию, поэтому они усыновляются Богу. Но это в облагодатствованном смысле, а в природном, подлинном смысле, то есть божественная природа только у Иисуса Христа, как вот сына Бога Отца. И вот это исповедание произносит именно Петр от лица учеников, вот как Иоанн Златоуст говорит, что Петр был устами всех апостолов. Он был старше по возрасту, он был самым таким дерзновенным, он впереди всех исповедовал, да, иногда, правда, из-за этого он где-то тоже попадал в не очень приятные ситуации, когда слишком вперед спешил, и в итоге пришлось потом отказываться, что я не знаю его, но потом покаялся, но как бы там ни было, Петр в данном случае это как уста апостолов, и он говорит, что ты Христос, сын Бога живого, он говорит, как все ученики уже считают, тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах, то есть вот это ведение Христа как Сына Божия, это действительно откровение Божие, это не человеческие измышления, это не философия, не рассудочные какие-то построения ученых людей, а именно откровение Божие, и вот такого откровения сподобляется апостол Петр, которого Христос называют сейчас Симоном, но он и был в рождении Симон, и я говорю тебе, ты Петр, вот то слово, которое употребляет в данном случае спаситель, оно буквально по-гречески означало скалу, камень, и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах, ну, разрешишь в данном случае освободишь, как бы развяжешь, вот можно связать, да, можно развязать, как вот то, что в таинстве покаяния исповеди, когда произносится молитва, там мы говорим, я с недостойной ирее властью мне дам, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь, то есть разрешаю в плане освобождаю, развязываю от власти этих грехов. Конечно, вот эти слова, они послужили для такой многочисленной подробной полемики, обычно все толкователи на это обращают внимание, спорят, поскольку католики прямо от себя называют, что вот-вот мы, значит, преемники апостола Петра, и поэтому на Петре как бы основана церковь, хотя, конечно же, нет, основание церкви сам Христос, и в Священном Писании об этом сказано, а по толкованию святых отцов и даже по толкованию западного святого отца, который очень почитаем у католиков, блаженный Августин, в этих словах Христовых речь идет о вере Петра, то есть не на самом Петре основывается церковь, а на вере Петра, на вере в то, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого, как сказано, да, Ты Христос, Сын Бога Живого, вот на этой вере и основывается церковь, ни на какой другой вере не может церковь основываться, только на этой вере, как на прочном камне, и врата ада, самый главный как бы, ну, штаб, штаб ада, он не сможет причинить вреда церкви, потому что церковь, если вот она придерживается истинной веры, она всегда будет иметь благодать Божию и всегда победит. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. И вот тут немножко необычно, то есть только что это исповедание, и Спаситель говорит, что это так, потому что это откровение Божие, и тут же говорит, чтобы другим пока не рассказывали. А почему? Ну, потому что это могло повлечь некие такие вот еще ненужные столкновения, и должно было пройти время, нужно было еще благовестовать учения евангельские Христу, а потом уже принять вот крестную смерть, воскреснуть из мертвых, и когда смерть побеждена, и дьявол побежден, и ученикам дана будет благодать Святого Духа, то они, вооружившись благодатью Святого Духа, смогут более успешно проповедовать. И сейчас вот сразу не следовало всем об этом говорить. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убит, и в третий день воскреснуть. А почему вот именно с этого времени Спаситель стал очень много об этом говорить? Да потому что, когда ученики уже исповедовали, что Он есть Христос, Сын Бога Живого, то Спасители начинают им рассказывать, какая подлинная миссия Христа, ведь все думали, что Мессия должен изгнать римлян, дать социальное благодетствие народу израильскому, такое материальное изобилие, благополучие, а Христос вот говорит нет, вот да, вот вы исповедовали меня как Спасителя, а в чем же смысл-то Христовой миссии? Он говорит, что пойти в Иерусалим, пострадать за грехи всех людей, быть убит и в третий день воскреснуть, вот что составляет содержание Христова служения, а они еще не понимают, и вот когда Спаситель сказал, что быть убит, отверженно убит и в третий день воскреснуть, и отозвав его Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. То есть, вот только что, да, не так давно говорилось, что вот вера Петра, она как камень, а тут вдруг совершенно другие слова, отойдет меня сатана, а сатана это кто? Это противник, противник всему Божьему, и Божьим заповедям, да, и Божьим установлением. Получается, что когда Петр вроде бы из жалости обращается ко Христу, что вот да не будет с тобой этого, что не надо тебе так страдать, то он противится в целом божественному замыслу о спасении всего человечества, потому что через крестную смерть, через крест Христов спасена будет вся вселенная, а вот этого да не будет этого с тобой, Господи, это противление Божьему плану спасения, а противник кто? Сатана буквально значит противник, и таким образом вот в данном случае уже Петр конечно не являл такое благоразумие, предусмотрительность, мудрость в своих суждениях, и спаситель его вразумляет, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое, а человеческое это всегда взгляд на очень короткую перспективу, вот бы мне не болеть, вот бы мне там прожить подольше, ну допустим сто лет, а что сто один год уже не нужно прожить, года настолько быстро пролетают, что вот человек прожил допустим 50 лет, и он думает, я как будто и не жил, как будто вот как эти 50 лет пролетели, ну как 50 дней там, ну я не знаю, даже как 50 минут, настолько быстро, значит и следующие 50, если тебе действительно отведено 100 лет прожить, они так же быстро промелькнут, потому что человек предназначен жить не 50, 100 или 1000 лет, он предназначен жить вечно, бессмертно, и думать-то нужно как раз о спасении бессмертной души, а мы обычно вот на короткую перспективу размышляем вот это вот, это вот, вот что такое человеческое думать, а Божие это значит подумать о божественном плане, о том, что предназначен для бессмертной, вечной нашей участи, спасать нашу душу, иногда для этого тоже надо пройти через страдания, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми кресло, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее, вот когда уже все главное, самое главное сказано, то спаситель произносит вот эти слова удивительные, вот хочешь идти за Мною, отвергни себя, а что значит себя, вот этого эгоистичного нашего, да, устроения, когда мы хотим все для себя, все себе, самоугождение, и покой, значит, самоудовлетворение, отвергнуться своего эгоистичного устроения и страстей наших греховных, которые все зиждутся на гордости, и на кумире своего Я, каждая страсть это попытка послужить кумиру своего Я. Так вот, отвергнись этого, да, возьми крест свой, а крест что? Крест это тот, может быть, показавшийся тебе тяжелый жизненный путь, который тебе от Бога уделен. Кто-то действительно проходит через очень тяжелые болезни, кто-то через утраты, кто-то через несчастные случаи, но крест понесет абсолютно каждый, поэтому вот возьми крест свой и следуй за мной, говорит Господь, не просто вот иди сам по себе, да, а именно за Христом, следуя Христовым заповедям, потому что кто хочет душу свою, ну, в данном случае душа это как синоним жизни, кто хочет сберечь свою земную жизнь, а про небесную не думает, тот как раз потеряет свою подлинную жизнь, а вот кто отвергается, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет, вот святитель Игнатий Бринчанинов, он поясняет, что вот это вот потерять душу, это значит расстаться с грехами, которые сроднились с нашей душой, вот они настолько сроднились, что отсекать их от себя нам становится больно, как будто резать себя по живому телу, очень тяжело преодолевать свою гордыню, да, если кто-то завистливый, ему очень тяжело с этим расстаться, как будто по живому режет, и так во всем, там и блудные какие-то вот эти пристрастия, или страсть гнева, это все сроднилось с нашей душой, и от этого нужно отречься, и в каком-то смысле как бы потерять все это ради Христа, и тогда ты обретаешь подлинную жизнь в Господе, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою, и это значит, что душа человека дороже, чем весь мир, ну, вот, если представить, что предложит, например, вот дьявол такую сделку, что вот тебе россыпи, просто вот горы, золото, там, драгоценностей, ну, вот поживешь там 70 лет, и дальше навсегда со мной, да, насколько надо быть глупым, бестолковым человеком, чтобы пойти на эту сделку, вот дали тебе подержать, вот, ну, и как игрушку какую-то, ну, подержал, все, теперь отдавай, и не просто отдавай, а я тебя еще там в пекло за собой утащу, вот что это такое, когда человек увлекается соблазнами этого мира, сказано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, потому что душа наша, она дороже, чем весь мир, вот, посмотрите, какой необъятный космос, да, какие там, ну, если физические параметры брать, расстояние, а дороже душа, дороже всего этого, душа отдельно взятого человека, вот, если, допустим, взять вот огромное здание детского сада и маленький ребенок, который там находится, что здесь дороже, вот это огромное здание или маленький младенец в яслях, да, ребеночек маленький, которого мама привела в детский сад, понятно, что ребенок дороже этого огромного здания, собственно, само это здание, оно существует только вот ради того, чтобы ребенок там находился, даже если он не все уголочки исследует в этих помещениях, вот так же и человек, он дороже всего космоса, хотя бы он и не сможет полностью исследовать Вселенную, космос, какие-то там созвездия далекие, самое главное, это спасти свою душу для вечности, или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его, то есть будет суд непременно, мы все пристанем перед Господом и будем судимы по нашим делам, истинно говорю вам, добавляет Спаситель, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, о чем здесь речь, о том, что даже апостолы, они прикоснутся еще при земной жизни вот этой славы Царства Божия и увидят Сына Человеческого, то есть Господа Иисуса Христа, грядущего в Царстве Своем, а когда? А это уже после воскресения, вот когда Спаситель победит смерть, воскреснет, Он явится Своим ученикам, а затем Он будет возноситься, и там же явится облако, которое возьмет Его из вида их, читаем мы в книге Деяний, и это облако, это образ Божественной славы, и ученики хотя бы немножко, да, но смогут действительно созерцать славу Господа Иисуса Христа, а до этого они еще будут созерцать славу Божественную во Христе и в событии преображения, и вот о преображении как раз будет говорить у нас следующая глава, 17 глава Евангелия от Матфея, а на этом мы сегодня завершаем и даем нам Господь конечно прежде всего беречь свою душу, потому что душа наша дороже целого мира. Храни вас Господь, всего вам доброго.